ЖИВЫЕ О группе скажу чуточку позже. Прежде чем я это сделаю, прочитаю одно из сообщений, которое пришло от Юлиусова. Как-то для меня эта группа, не называя пока название коллектива, одной песни. Вот никак не соберусь послушать поподробнее, знаю только секс и рок-н-ролл, широко распространенные ВКонтакте. Вопрос о группе. Часто ли у вас бывают отмены концертов по причинам организаторов или по вашим собственным? Бывает ли из этого неприятное послевкусие? Случается ли играть в полупустых или практически пустых залах? Какие площадки предпочитаете? Вот это все мы, естественно, начнем обсуждать сразу после того, как ребята отыграют свой первый номер. Таким образом, мы обычно показываем, что играет группа, пришедшая в тот или иной день на наш эфир. Программа «Живые» продолжает свое существование, начиная его на волнах своего радио. Ну что, поехали? Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо вообще, ты в кедах и плаще, лишь доширак хрустит во рту и чешется манту. Играешь днем с огнем, на танке тюрь сквозь днем, ты понял? Жизнь, печаль, любовь для тех, кто в жизни ноль. Мама, не волнуйся я, домой вернусь, мама. Я не пропащу, я живой, я настоящий, мама. Не ругайся, муск кричит мне, не пытайся. Я иду по жизни прямо, все нормально, мама. Среди козлов и стерв, ты обнаженный нерв. Среди друзей ты Робин Гуд, для остальных лишь шут. Ты хрупный наборван, был старик-хулиган. Цветной фальшивый маскарад, увы, не твой формат. На все вопросы факт, но в кулачке. Питак в кармане, триста свет в башке и черный год в мешке. Мама, не волнуйся я, домой вернусь, мама. Я не пропащу, я живой, я настоящий, мама. Не ругайся, муск кричит мне, не пытайся. Я иду по жизни прямо, все нормально, мама. Дикие, дикие аплодисменты и овации. Само собой, естественно, без этого никак не обходится. Итак, давайте будем знакомиться с тем, кто не очень в курсе, что за группа сегодня здесь. Это группа Год Змеи. Здравствуйте. Привет, это Леша. Давайте будем знакомиться с музыкантами. Тем, кто пока не в курсе, как зовут каждого из них, я, естественно, представлю. Ну, Алексей Марковников, это вот солист, вокалист, отец основатель. Правильно сейчас я? Правильно. Да, отец основатель, фронтмен, лидер, самый волосатый, самый активный, самый общительный. Самый добрый. Самый, ну, этого я не знаю пока. Но в любом случае сам про себя такое говорит, значит, самый добрый действительно. Работают сегодня только два микрофона. Миша, поэтому пока не дергайся. Андрей ушел. Но, да, сразу сообщаю, что мы сейчас как раз и проводим наладку, отстройку. И все-все-все необходимые работы для того, чтобы все в будущем работало. Пока что так вот все как-то в таком, в начальном этапе. Дальше там Сергей, печище фударное. А-а-а! Можно прокричать что-нибудь. Ура! Молодец, слышно. Павел Сагитов, бас. Он здесь, его слышно. Андрей Евденицкий, гитара. Вот они все, четыре смелых парня. Начнем, пожалуй, вот с того сообщения, о котором я сказал в самом начале, от Юлиусовой. И потому как это самая интересующая ее сторона в вашей жизни. Бывают ли отмены концертов? И по каким причинам? Чаще всего это бывает. Организаторы лоханулись, мягко скажем. Или вы сами себе позволяете в какой-то момент сказать, так, ладно, не поедем мы на этот концерт. Что-то нас подзапарила уже вся эта история. Нет, ну мы на все концерты пытаемся поехать. Ну и так и получается. А отмена была только одна. В Севастополе вот в прошлом году. Чего такое, почему? Ну, потому что много концертов было, и я голос сорвал. И вот сейчас немножко подсыплю. Мы восемь концертов уже отыграли. Поэтому организаторов попросили. Восемь концертов сейчас отыграли? Угу. А где были? Манитогорск, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Москва, Питер. Угу. Круто. Круто. А сейчас что делаете здесь? Вы же, в общем, не московская эта группа, вы же уфимцы. Ну, в Москве нас любят, и мы любим. Это понятно. Но вы же сюда не специально приехали, чтобы поиграть даже не в прямом месте. Нет, мы просто так получилось, что мы вот ради программы вернулись с Питера, а завтра в Тверь уже едем и там дальше. То есть вы специально ради нас вернулись? Конечно. Вот, честно глядя мне в глаза, не отворачивай глаза, не убирай. Я жене только вруй, наверное. А так больше никого. Спасибо вам, братцы, спасибо огромное, потому что для нас это очень важно. Кстати, тем, кто посмотрит, а хотя, наверное, вы увидите эту запись уже завтра, самая ранняя, поэтому и завтра у нас будет тоже еще один пробный эфир, и в пятницу мы еще один эфир запишем, поэтому если вы увидите завтра сегодняшний, имейте в виду, что в субботу или в понедельник вы увидите еще один. Третий, так сказать, генеральный программ. Можно я еще скажу пару раз? Да и ради бога, Леша. Просто это же запись как бы. Не как бы, а записи есть. Да-да-да, и мы хотим сказать всем слушателям, что мы никакие песни переигрывать не будем, там, типа, не получилось, на нас раз эксперимент ставит. Все, все, время пошло. Поэтому если какая-то лажится, мы, значит, не переигрываем, просто волнуемся тоже наш. Да? Что, волнуешься? Чтобы не подумали, что мы тут переиграли, все, чук-чук-чук, тренировались. Ну-ка, блямкни сейчас по струнам, пожалуйста. Ну, блямкни. Так, надо переписать, мне не понравилось. Да понятно, что мы идем в режиме прямого эфира, вот как бы это и было, как это и будет уже в очень скором времени на волнах своего радио. Как называлась песня-то, которую вы сейчас спили? Я вернулся, мама. Вот, это важно, потому что люди, которые вдруг зацепятся, интересно... Это снова альбом предстоящего. Вот, об альбоме... Или мы сейчас не будем сразу все раскрывать? Все, нет, но мы интрижку должны какую-то создать, да? То есть мы об альбоме поговорим обязательно. Просто Юля еще кое о чем спрашивал, случается ли играть в полупустых, или практически пустых залах, и какие площадки предпочитаете? Я так понимаю, пустые или полупустые, какие предпочитаете? Ну, раньше было, мы в пустых играли. Все начинали с пустых залов. В полупустых, теперь битком практически. Нет, ну вот в Новгороде мы, то ли организаторы, то ли... Мы там не зацепили, мало народу было. Не зацепили? Ну, может... Скорее всего, это из-за рекламы, я думаю. Не страшно. Ну, там люди зато зажигали, их было мало, но... Даже если 10 человек, мы должны играть же как... Ну, в общем, да. Ну, и что, актер, человек творческий, обязан хоть для одного зрителя делать свою работу. Но все-таки были, да, такие полупустые. А, кстати, что касается срока существования группы, сколько вам лет-то уже в группе-то? Год змей? Тринадцать. Тринадцать? Обалдеть. Ну, в общем, не дети уже. Чего мы это? Правильно, взрослые ребята, поэтому понятно, почему так лихо, вживую, без каких-то косяков. А вообще, косяки бывают? Конечно, как же, мы же живые. Вот сейчас в той песне, которая прозвучала, были косяки, признаете? Был, был, был. Да ладно. Я не скажу, кто это сделал. Ну, неважно, да. Но у нас видеотрансляция, на самом деле. Я не скажу, кто это сделал, сказал он, покосившись в сторону одного из музыкантов. Не, ну, мы волнуемся на наш эксперимент. А когда... Даже, мне кажется, собаки волновались, которые... Собаки? Ну, на них же делали, там все обезьяны, собаки. Волновались? Потели, в смысле? Да. Поэтому их истригли, чтобы не потели, я понимаю. Давайте так, давайте мы дальше. Мы сейчас расслабимся. Да, вот, надо следующую песню спеть, и тогда, я думаю, что тот момент расслабления, он как раз к вам сразу... Вот мы не знаем, как лучше, или новый альбом, или, может, старый какие-то. А давай, наверное, мы... Вы готовили сегодня секс и алкоголь вообще? А мы и... Вот я не слышу ничего наушники. Почему не слышишь? Почему он не слышит ничего? А, да-да-да-да-да, у нас еще пока все. Секс и рок-н-ролл, да. Я и так немножко глуховатый. Секс и рок-н-ролл готовили сегодня? Она у нас всегда готова. Вот давайте мы ее... Может, мне сегодня не надо? Почему? Нет, нет. У нас же другие песни есть, мы хотим... Я тебе объясняю, почему. Вот как Юля написала, что она всегда думала, что вы группа одной песни. Очень много людей, которые знают эту песню, например, ВКонтакте, но не знают, кто ее поет. Ну, то есть никогда не представляют себе, что эта группа что-то еще другое поет. Нет, ну это... Многие секс и рок-н-ролл не знают, а вот баксы точно. Да, и баксы, да, это тоже... Ну, в общем, решай. Я на самом деле не настаиваю, но мне кажется, что... Может быть, другую известную песню? Хорошо, давай. Так, чтобы в конце концов народ, который слушает и видит, кстати, видеотрансляция у нас есть. Между прочим, у нас смс-портал есть, 4647, короткий номер. 4647, сначала слово «свои», потом ваше сообщение. И номер эфирного телефона, который я пока не скажу. Это, в общем, лишнее сейчас как-то этим... Еще его не подключил, Андрей, кстати, в принципе, незачем. Вот, ну и группа ВКонтакте. Там я вычитываю сейчас сообщение, которое народ пишет и написал заранее, обращаясь к вам. Надеюсь, что песня, которую вы услышите сегодня, вас зацепит, и вы обязательно послушаете весь альбом, купив весь новый и свежий альбом «Года змей» за денежку, поддержав таким образом... Я еще не готов. Ну, я же говорю, когда будет готов. Когда будет... Ну, правда, глухова. Когда будет готов. Я почему новую хочу? Мы сейчас отпишем, у вас запись возьмем и выпустим, и все. Молодцы, так и нужно поступать. Поехали, как называется следующая песня? «Гарри Поттер». А, это то, о чем ты говорил мне за кулисами. Ну, она немножко видоизменилась в связи с последними событиями там в мире, в стране. Хорошо, хорошо, хорошо. Я ее не знал раньше, поэтому мне, в принципе, изменилась она или нет. Любопытно. Погнали. Напомню сегодня в живых на своем радио. Группа «Год змей». Поехали. Это я был распят на кресте, а не Иисус. Это я привез в СПИД Советский Союз. Это я пристрелил президента Обаму. Это я написал все песни нирваны. Но опять не успеть мир спасти до утра. Повязал санитар и медсестра. На старом желтом фото я и друг мой Гарри Поттер. Мы как два идиота летим на метре. По бескрайним просторам там, где цветет мандра-город. Но вон все будет скоро на земле. Это я полетел в космос вместо собаки. Это я придушил сучку рыжую псаки. Это я изобрел соль и тути-фрути. Еще вчера я был Ленин, но сегодня я Путин. Но опять не успеть мир спасти до утра. Повязал санитар и медсестра. На старом желтом фото я и друг мой Гарри Поттер. Мы как два идиота летим на метре. По бескрайним просторам там, где цветет мандра-город. Но вон все будем скоро на земле. По бескрайним просторам там, где цветет мандра-город. Но вон все будет скоро на земле. Ты же меня не підманула, ты же меня не підвела. Ты же меня молодого сума разума села. Ты же меня молодого сума разума села. Вау! Нет, там вот были такие слова. Я вот... Это я изобрел колу и тути-фрути. Вот. Вот так правильно. Так. И чего? И забыл... Вчера я был Ленин, а сегодня Путин. Какое ты забыл слово? Путин, Ленин, тути-фрути или колу? Да колу эту не могу выговорить. Вы правильно. Замени на другую. Квас. Наша родная, любимая. Это же сейчас зарубежная. Квас. Квасовый тогда. Квас-то наш. Наш квас. А, ну да. А, ну да. А, ну да. А, ну да. Ты типа ругаешься? Ну, вот этот человек, в принципе, не умеет ругаться, да. Светлана Коваленко, я сейчас сообщаю всем тем, кто нас смотрит, конечно же, и слушает уже в записи. Но, признаюсь честно, нескольким нашим постоянным слушателям мы скинули всем, Юля предлагает всем эту ссылку дать. Ну, давай. Давай. Вот сейчас народ, который здесь, рядышком в группе ВКонтакте, находится, может и посмотреть, и послушать все, что у нас происходит. Вот Света Коваленко пишет, а, кстати, откуда она, я не посмотрел. Все нравится. Изображение, и звук, и цветопередача не сравнить с той, что раньше. Светлана, друзья мои, мы старались. Сейчас я гляну, откуда Светлана. Сперемет над нами удается. Светлана, да, 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 удается. Она у нас из Вологды, я так понимаю, да, или из Новокузнецка. Откуда ты издалека? Откуда? Челябинск, Челябинск, да. Вот мы как-то нескольким нашим постоянным слушателям скинули ссылочки, так, чтобы спросить потом, как, что, как это было, и насколько это все хорошо звучит, и как это выглядит. Вот. И сейчас Юля сделала, может быть, это ошибка с нашей стороны, но, тем не менее, те, кто сейчас здесь ВКонтакте есть, вы можете посмотреть и послушать происходящее прямо здесь, ну, и, соответственно, задавать вопросы и как-то попытаться, может быть, поучаствовать в нашем разговоре. Тоже было бы неплохо. Я так понимаю, что тур, который прошел, прошел вполне успешно. Не прошел еще, только начало. А, так это начало только что? Мы сейчас... Подожди, секундочку, ты меня сбил. Ты сказал, что вы устали, восемь городов объехали. Ну, не устали, просто... Отчего? Притомились. Так если тур еще не начинался, а что ты притомился тогда? Подожди, Леша, я не понял. Вел меня в заблуждение. Ну, это в эфире можно такое говорить, нет? Какое? Только приличное слово. Ну, мы же не только концерт играем, еще общаемся с друзьями, там. Ага. А это очень тяжело. Да, я понимаю. А с друзьями вообще очень тяжело бывает. Особенно, когда друзья в разных городах, когда друзья еще и не остановить же друзей-то. Я не могу сказать, что я готов... Ну, как, с одной стороны, вроде бы, эта информация не особо-то личного характера. С другой стороны, она касается конкретного человека. Поэтому я все-таки задам этот вопрос. Конечно, конечно. В 2013 году русская часть интернета, понятное дело, наполнится большим количеством ложной информации о группе «Дот Змеи», которая утверждалась, что стилем этого коллектива в настоящий момент является поп-рок. Хотя это, конечно, не так. Вот эту информацию по слухам, подчеркиваю, по слухам, как сейчас украинские средства массовой информации говорят все время по слухам, вроде бы, как бы, да? Ну, чтобы вот, не дай бог, не попасть в какую-нибудь неприятную историю. Так вот, распространял и распространяет покинувшая группу пиар-менеджера этой группы. Не буду называть ее имени. Вот. И самое интересное, что после ее ухода у группы все пошло в гору. Как утверждают люди, которые пишут этот материал. Я хочу вот о чем. Человеческий фактор имеет, конечно, большое значение. Коллектив у вас сплоченный. Давно существуете вы уже в одном составе, так я понимаю, да? Мы виделись, когда в последний раз? В прошлом году. Год назад. Перед тем, как на Украину мы поехали. Правильно, состав был тот же. Да, конечно. Год в одном составе это уже много. А сколько вы в этом составе вместе? Ну, не 13 жили? Два с половиной года. Два с половиной. Тоже уже хорошо. Так вот, люди, которые помогают коллективу. Пиар-менеджер, директор, водитель, в конце концов, техника. Вон водитель там сидит. Я понял, что обычно водитель там далеке и сидит. Вот я увидел этого мужчину в очках. Он сейчас заглянет в студию, надеюсь, на этой реплике, чтобы понять, что... Надо его показать, чтобы страна знала. Я в смысле имел в виду загляния через... Он скромный, скромнее меня даже. Очень скромный. Я так и понял, что это водитель. Вот не знаю, почему. Потому что обычно водители, они люди тихие и сидят в сторонке. Но... Да, это директора прут в студию впереди музыкантов. Он и помогает, там гитары. Вот с точки фактора имеет значение? Ты отбираешь или как-то... Или все вместе отбираете людей для помощи? Ну, пришел техник, классный специалист. Паяет просто на раз. Шнуры у него все качественные. Но дерьмовый вот по характеру человек. И ты говоришь, нет, ну, конечно, специалист хороший, но человек не очень. Давайте мы от него избавимся. Или все-таки... Никаких людей-то. Как нет? Что, сами все делаете, что ли? Сами. 13 лет. А в городах просто у нас есть единомышленники, друзья. Они нам помогают. Так. И что? И все хорошие. Он у нас кормит лишних пиар-менеджеров, техников. То есть ты хочешь сказать, что все вокруг вас хорошие люди? Ну, которые нам, да, вокруг нас. Все хорошие. Плохих пока не встречали. За 13 лет существования коллектива. А, ну за 13. Ну, а... Я же не спрашивал про сегодняшний день. Не, ну мы-то сейчас уже живем вот этим, которые два с половиной года иду, как бы, это наш сейчас уже такой подъем-то. А там-то мы так плелись просто. То есть вот подниматься начали два с половиной года назад? Ну, как бы, да, так скажем так. А как ты понял, что мы начали подниматься? В зале стало вместо пяти зрителей восемь? Или как? Я сейчас, конечно, иронизирую. Ну, как понять? Вместо десяти там двадцать стало. Реально, ты поэтому ориентируешься, да? Нет, ну и людей больше стало приходить. И... Чего? Предложений стало поступать много, там, и о концертах. Ну, то есть туры из восьми городов тоже, между прочим... И гонорары стали побольше, повыше. Гонорары даже? Что, платят даже? Ну, когда гонорары, когда еда... Когда просто кормят, я понимаю. Так часто любят делать, да. Музыканты приехали, надо покормить. Я понимаю. Но что касается гонорара, вот давайте так. Сейчас бы надо было спеть, сейчас будем петь. Но тем не менее. Есть такая... Лучше поговорить, конечно. Да? Ну, еще немножко. Хорошо. Скажешь, когда устанешь. Я-то могу трещать, ты же понимаешь. Нет, это я знаю. Да вот говорят, что музыкант прекращает быть музыкантом, ну, имея в виду творческой личностью, когда он... Только о деньгах. Да. Когда он начинает уже втюхиваться, что называется, только в гонорары. Вот заплатите, я приеду. А вот так просто, нет, ни в коем случае, ну и так далее. Тогда заканчивается творчество, тогда начинается уже чистая коммерция. Сейчас ты сам заговорил о гонорарах, я ведь даже не буду спрашивать, сколько. Нет, мы на этом не заморачиваемся. Почему? Нет? Как? Ну, за что, живете только за счет музыки, что ли, вот эти два с половиной года? Нет, я же уже рассказывал, у нас у каждого... Чего? Есть еще работа. Нет, я понимаю, может быть, уже бросили все. Ну, такая творческая. Давай напомним людям, какая работа. Про работу? Конечно. Интересно, кто из вас чем творческим занимается, помимо творчества в музыкальном плане? Не рассказывай. Чего не рассказывай? Что такое, я не понимаю. Почему не... Нет, мне кажется, это неинтересно никому, но мы... Да? Ну, нормально, если я спросил, то мне стало интересно. Я просто все мечтаю, чтобы музыка стала моей работой, чтобы... Вот я об этом... Для счастья-то много не надо денег. К этому и вел, вот я и хотел понять для себя. Мы к этому вот стремимся, чтобы... Ага. Ладно, 46-47, это наша... Теперь уже какая-то часть народа нас видит прямо в реальном времени. 46-47, это наш смс, номер коротенький. Сначала пишите слово «свои», причем латиницей или кириллицей. Подчеркну, в слове «свои» после буквы «в», буквы «о». Но у нас попадались люди, которые пишут «свои», и меня, честно говоря, удивляет. Так вот, «свои», потом «пробел», а потом уже ваше сообщение. Это будет сообщение в реальном эфире, в реальном времени. Мы его зачитаем, и, естественно, если это будет вопрос, задам его музыкантам. Год змеи сегодня в первом пробном эфире программы «Живые» на своем радио. Давай теперь уже петь, наверное, пора уже. Как думаешь, что это будет за песня? Ну, тоже песня предстоящего нового альбома. Как он будет называться? «Импульсы». «Импульсы». То есть название уже есть. Окей. И песни есть соответствующие. Ну, то есть уже полностью готовы? Весь альбом пронизан именно вот этой вот идеей. «Импульсами». «Импульсами». А скажи, уже готов полностью, да, материал? Материал, да. То есть надо только записать, свести? Ну, вот его в туре отрабатываем, все песни. Сразу предупреждаем людей, если не нравится, сразу нам показывайте там, если нравится, то пока не хорошо. Ты не боишься, что попадется какой-нибудь лох, который, в принципе, палец сломан, он так и будет селеть из концерта, ты решишь, что ему ничего не надо? Я знаю, на наш концерты люди добрые ходят, и мы злых не видели. Не могу я его раскрутить. Даже если... Хоть бы раз сказал, ну, все, ну, бывают козлы, конечно. Нет, ну, все добрые вокруг. Ну, ты посмотри, какой, Леш. У нас вот сидит водитель, он с козлами разбирается. То-то я думаю, что в его глазах было что-то недоброе, когда мимо проходил. Ну, давайте петь. Как песня называется, еще раз? Как песня называется... Как? Забыл. Ты не должен. Ой, ты не должен. Ты не должен. Окей, поехали, еще раз напомню. Живой звук, кстати сказать, в программе «Живые», как обычно, на своем радио. Поехали. Поехали. Ты опять летишь выше крыш. Ты опять оторвался от стаи. Кричишь «Здравствуй, Париж!» Фанерой над ним пролетая. К единичкам рисуешь нули. Это глупо, сложно, но можно. Раздавая прохожим рубли. Никому ты не должен. Ты не должен быть первым героем и трусом. Убивать на войне, убирать грязь и мусор. Ты не должен бороться, искать, не сдаваться. Нарушая законы всех гравитаций. Ты не должен быть рядом с тем, кому плохо. Ты не должен любить до последнего вдоха. Ты не должен делить свое тихое сердце. Ты не должен корень, чтоб кому-то согреться. Совершая прощальный вояж. Приключения ищешь на жопу. Ты уходишь в весенний кураж. Расщепляясь на изотопы. Бутерброды и козлиц утра. Ты опять принимаешь подкожно. Ты вчера угадал номера. Никому ты не должен. Ты не должен быть первым героем и трусом. Убивать на войне, убирать грязь и мусор. Ты не должен бороться, искать, не сдаваться. Нарушая законы всех гравитаций. Ты не должен быть рядом с тем, кому плохо. Ты не должен любить до последнего вдоха. Ты не должен делить свое тихое сердце. Ты не должен корень, чтоб кому-то согреться. Ты не должен быть первым героем и трусом. Убивать на войне, убирать грязь и мусор. Ты не должен бороться, искать, не сдаваться. Нарушая законы всех гравитаций. Ты не должен быть рядом с тем, кому плохо. Ты не должен любить до последнего вдоха. Ты не должен делить свое тихое сердце. Ты не должен корень, чтоб кому-то согреться. Ты не должен... Поломал-то все. Браво! Нет, ну это же эмоции. Я понимаю, когда человек находится на кураже, когда он у микрофона, это как любой творческий артист, например. Он же тоже не может за своими эмоциями в постоянном режиме следить. Правильно? Все нормально. Год змеи. Напомню название этого коллектива. Год змеи. Сегодня в первом пробном выпуске программы «Живые». Напоминаю, это пробный выпуск. Это значит, что здесь, ну, как бы сказать, все, хоть и в прямом эфире, но могут быть косяки. Сами понимаете, мы отстраиваемся в реальном времени. И те, кто нас сейчас... Ну, от нашей щедрости душевной прямо сейчас наблюдает видеотрансляции. И, кстати, все видео, которое будет идти в эфир из этой студии, идет туда посредством планеты. Это такой замечательный сайт, краудфандинговая платформа, благодаря которой мы, собственно, и существуем, имея в виду сбор денег, средств на создание проекта. Своё радио производился там. Мы, как сказали нам ребята с планеты, вообще рекорд поставили. Ни одна радиостанция не собирала денег, тем более в такой сумме. Это говорит о том, что ваш интерес, сейчас обращаюсь уже к нашей аудитории, он присутствует. Это очень важно для нас. Надо понимать, что мы для кого-то работаем. Сколько вас тех самых кого-то, я не знаю. Посмотрим, время покажет. Но слоган наш свой для каждого из всех, он, прежде всего, говорит о том, что каждый из вас может и должен любить хорошую музыку. И вкус прививать сами себе. Илья Прозоров пишет, ааа, увидел. Люди радуются тому, что они сейчас имеют возможность видеть вас в этой студии. Игорь... Нет, Илья Прозоров пишет. Вопрос Лёше. А где Папитрик? Папитрик? Да. Пипитр? Не знаю, но написано... Это пью? Это иу! Нет, мы перешли на современные технологии. Где Пипитрик? Там уже электронно. А, ну да, там iPad уже лежит. Не лежит, стоит, вернее, на стоечке. Прямо прикреплено. Правильно, вот он и Пипитрик. Вот Илья сейчас хотел убедиться, видимо, что это правда прямой эфир. Ну, конечно. Ну, всё, всё, всё по правде. У нас никогда не бывает по-другому. Юра Широков пишет в группе ВКонтакте. Всем добрый вечер. Спасибо вам за прекрасную возможность лицезреть эту отличную группу. Хотел спросить, когда будут концерты в Москве? Давай вообще о концертах сейчас еще. Мы не говорили о концертах сегодня еще, правда? Люди опоздали просто к началу. 11 октября был, вот в субботу. Был. Ну, а когда ближайший после того? Не, ну, весной. Ай-яй-яй. 46 лет у нас на СМС портал. О, смотри, народ писать начал. Значит, свои. Я вас вижу. До встречи 21 числа. А 21 числа вы где? Ну-ка. Это юг, по-моему. Краснодар, наверное. Ставрополь. Ставрополь. Нет, Ставрополь. Потому что 918, это что-то такое, южное, да. До встречи, значит. А тут кто-то пишет просто, Леха, я записываю видео. Это Пашка Трофимов. О, вот он со Ставрополь. Мы специально ради него вы поехали в Ставрополь. Так это вот он и пишет, когда он, или созреть вас готов 21 числа. 46-47, короткий номер для СМС-ок ваших. Сначала свои, пробел. Ну, а дальше, если не напишите свои вначале, то СМС-ка уйдет кому-нибудь другому. Человек удивленно прочтет сообщение и не поймет вообще отвечать на него, и что ответить. Может, послать сразу. Вас же, понимаете, неприятно будет. Поэтому пишите сначала свои пробелы, потом ваши вопросы или ваши слова, которые хотели бы отрисовать в группе сегодня. Еще раз напомню, я буду напоминать об этом постоянно. То, что вы сейчас слышите, это пробная версия. Это, как говорят в театре, про год жарко. Да, я понимаю. Не, не, обмахивайся, обмахивайся. Не, на концерте жарче. Терпимо пока. Это пробный выпуск. Это, как говорят в театре, прогон. Такой первый, генеральный. А толку ты открыл шторки? Не, хорошо, хорошо, там дует. Там дует, да? Кстати, да, надо сказать, что сегодня за нашим звукорежиссерским пультом сразу два звукорежиссера. Это Миша Коренков, Сережа Горев. Это наши. Можно поаплодировать. Между прочим, ребята делают свою работу более чем достойно. Сегодня они решили вместе так, чтобы как-то так, осваивая новую для себя технику. Поэтому пульт у нас, опять же, музыкальный, другой теперь, не тот, который был гораздо более серьезный. Ну, просто очень серьезный и достойный, и делает он свою работу тоже хорошо. А, да, между прочим, Юлечка, сейчас подожди, покажи-ка, как-то так надо взять ракурс. Народ-то ждал, когда придет наш эфирный пульт. А его, по-моему, ни в одном кадре-то и не видно, да? Что поднять его, что ли, показать? Ну, не могу там, провода не дадут это сделать. Я просто могу вот так вот приопустить немножко. Вот, да, вот он, вот он, вот он, пульт. Это те, кто спрашивал, а что там за пульт такой, что он так долго идет. Скажу честно, нас подвели, нет, прислали нам его действительно, но подвели нас производители. Те люди, которые в Штатах, собственно, на фабрике его и производили. Обещав его нам прислать где-то в конце августа, начале сентября. Затем стали кормить завтраками и на любой звонок отвечали, ну, ждите, скоро будет. А потом, когда уже человек на той стороне телефона спросил, вам пульт нужен? Ну, конечно, нужен. А мы единственный производитель. Вот и ждите. Я вдруг подумал, братцы, а ведь не все в России так хреново. И не все так хорошо в Штатах. Когда в Штатах люди могут себе такое позволить. Чего мы обижаемся на своих? Самая цивилизованная, говорят, страна в мире. А наши так вообще, в принципе, ангелы рядом с этими. Они нам облажают. То есть они не дали нам возможности выйти в сентябре в эфир, как мы планировали. Потому что мы планировали в сентябре. Но, тем не менее, все-таки пульт приехал. Дай ему Бог здоровья. Спасибо им в любом случае. Он делает свою работу тоже очень хорошо и качественно. Я вот тоже сейчас его как пацаны осваивают музыкально, так я осваиваю этот пульт. Могу где-нибудь налажать. Поэтому не казните строго. Мы же вот как-то так только-только. И Юля для себя осваивает новую технику. Продюсер программы «Живые». Да. Не четыре, там их больше. Там, сейчас скажу, восемь, двенадцать, четырнадцать кнопок новых осваивает. Она управляет видеотрансляцией с маленького такого. Будут спрашивать, что это такое. Это такой маленький мини-ноутбук. Как его правильно назвать, не знаю. Но, неважно. Все происходит здесь и сейчас. Это очень важное напоминание. 46-47. Свои пробел. Затем ваше сообщение. Это если речь идет об смс-ках. Прямо любопытно будет посмотреть, откуда эти смс-ки могут к нам прийти. Из каких регионов. Читаю кое-что из группы ВКонтакте. Так, значит, это пробная версия. Похоже, удачная, пишет Светлана Коваленко. А у вас есть в студии шампанское, пишет она. Светлана, вы к нам хотели заглянуть, у вас нет шампанское. Нет, мы шампанское будем пить тогда, когда стартанем, уже реально стартанем. Пока что... Их жаль, нас не будет. Так а чего, в принципе, можете приехать. Мы дату дадим, приезжайте. Ну, мы с шампанским как-то. Шампанское будем пить тогда, когда у нас будет официальный старт вещания. Сейчас у нас пробный эфир. Кстати, мы дали эту ссылку. Юля скинула эту ссылку. Не для того, чтобы вы сейчас сидели и восхищались, а для того, чтобы вы, слушая, искали... Что это было? Байкеры приехали. Это по вашу душу? Не, чтобы делали замечания. А у кого-то вдруг, по-моему, сработала сигнализация, когда проехали байкеры за окошком. Так вот, дали мы эту ссылочку специально, чтобы вы слушали, смотрели и искали. Сознательно искали какие-то косяки. Ну, не знаю. Я, например, заметил... Я, например, заметил... Не-не-не. Я заметил, например, что камера, которая берет барабанщика, не очень дает... Ну, то есть не очень отстроена по-белому, так называемое. Дает немножко серый фон, такой какой-то синевой. Так что барабанщик сегодня в нормальном виде своем уже сегодня не предстанет перед нашим. Я шучу, шучу, шучу. Шучу, нормально ты выглядишь. Просто стеночки немножко другого цвета. Вот мы такие вот штуки хотим исправить до того, как стартанем официально. Может быть, со звуком что-то не так. Может быть, там голоса ведущего и гостя эфира звучат в рабочие микрофоны никак-то не так. Ну, не знаю. Выключить сигнализацию. Ищите, ищите какие-то косяки, сообщайте нам об этом. Только для этого мы эту ссылочку и дали, чтобы иметь возможность вместе с вами поправить все до самого начала вещания. Ну, давайте петь дальше. Чего это будет? Песня. Не говори пока сюда. Говори, что ты поешь. Это и старенького будет. Давай. Чего это будет? Икар называется. Вот все, наконец-то. Это и старенького. Я, конечно, не первый автор идеи, кто из банок консервных, державых гвоздей. Из писем старинных, пропитанных пылью, как придурок и хар делали крылья. Полетели со мной вверх, прямо с крыши, полетели со мной против ветра. Если мы упадем, никто не услышит, но наша мечта станет бессмертной. Полетели со мной вверх, прямо с крыши, полетели со мной против ветра. Если мы упадем, никто не услышит, но наша мечта станет бессмертной. Я так долго искал свою точку отрыва Ноги, руки ломал, но делал это красиво Но опять не вышло, не смог оторваться Надо крышу повыше, до семьи разбежаться Полетели со мной, вверх, прямо с крыши Полетели со мной, против ветра Если мы упадем, никто не услышит Но наша мечта станет бессмертной Полетели со мной, вверх, прямо с крыши Полетели со мной, против ветра Если мы упадем, никто не услышит Но наша мечта станет бессмертной Я в инвалидной коляске, я инвалид Вы не поверили сказку, что дурак полетит Я знаю, я одинок, я собираю Реактивный движок Полетели со мной, вверх, прямо с крыши Полетели со мной, против ветра Если мы упадем, никто не услышит Но наша мечта станет бессмертной Полетели со мной, вверх, прямо с крыши Полетели со мной, против ветра Если мы упадем, никто не услышит Но наша мечта станет бессмертной Полетели со мной, вверх, прямо с крыши Полетели со мной, против ветра Если мы упадем, никто не услышит Но наша мечта станет бессмертной хорошо ну правда хорошо вот когда такой хорош компании находишься всегда чувствуешь себя хорошо и комфортно от александр когтев пишет это кстати надо иметь в виду я сейчас обращаюсь к нашим партнером планете которые обеспечивают видеотрансляцию кстати спасибо ребятам камеры не установили поставили здесь сервер очень такой серьезный видеосервер вот эту вот машинку по переключению красивую такую замечательную в общем все и сейчас обеспечивает видео трансляцию вот александр пишет качество видео не переклюнет переключателя пишет александр вот нет переключатель вот у меня например комп такое высокое качество не вытягивает пошаговое видео у меня получается звук хороший вот что человек имеет виду то есть братцы я сейчас обращаюсь не к нам тем кто в студии а тем кто как бы за кадром имея ввиду технари наших по видео контенту с планеты надо бы как-то может быть несколько кнопок сделать похуже качество там каждому морду всех музыкантов и ведущих будут такие вот размазанные но зато будем плавно двигаться вот и серьезное качество для тех анька самоиленко пишет мне не нравится эхо так а что за эхо у вас анька самоиленко 1 1 надо узнать эхо когда я вы или когда мы разговариваем какое эхо до чем речь поэтому хотелось бы будь немножко более точны ань что за эхо и у кого еще есть эхо и какое именно эхо вы хотели бы в данном случае исправить убрать вот правда мы их и не слышим не так бывает на самом деле я скажу как в каком случае это бывает когда у человека например включены два окошка на компьютере включил например видео что-то не да может быть переключиться белка пишет у меня без эхо ну у нас тоже эхо это другая радиостанция у нас свое радио правда мы еще пока не в эфире официально это так проба значит вокал немного поднимите пишет пашка трафик это нормально вот когда свои хотят чтобы вокал поднять немножко пашка вам в ставрополе судя по всему сообщаю знаете чем отличается русское народное пение русский народный так сказать коллектив от рок-н-ролльного коллеги вот послушайте любую западную группу где-нибудь вы услышите вокал который будет торчать над музыкой нет это только в нашей почему-то принято я считаю что вообще вокал еще подтопить бы надо поешь то ты плохо не надо надо чтобы было понятно да я шучу на чем-то голос как мне кажется это еще один инструмент он торчать не должен ни в коем случае я например слышу каждое слово и меня это устраивает сергей у нас по-другому говорит что голос должен барабанщик так он на той барабанщик тоже поет кстати молодец правильно не знаю у каждого свой вкус опять же каждый выстраивает правда да каждый звукорежиссер тоже по-своему выстраивает картинку звуковую мне например очень нравится когда вокал вообще притоплен вот лично мне когда я и музыку слышу хорошо отчетливо и текст слышу тогда вокалиста дикции хорошую блин блин все что ну я не очень я же уже сказал все про тебя ты же слышишь 46 46 47 это коротенький номер для смс к ваш сначала свои пишите потом пробел это обязательно а затем уже ваше сообщение ну это Александр сазанов пишет все чисто и четко и видео и звук видео вообще впервые не подтормаживает на планете смыть у кого-то кого-то подтормаживает ну как всем угодить по-моему в уфе все супер пишет наташа шапко не за вопрос или нет просто ждение три знака вас лица не в уфе все супер в данном случае она имеет город или трансляцию я не очень знаю не очень понимаю вот что интересно 9 13 лет коллектива давай вот копнем немножечко вот сейчас назад ну капельку 13 лет назад неужели вы начинали с того же чем и собственно говоря и продолжаете сейчас стилистически текстового не знаю музыкально состав может был восемь человек а теперь четыре расскажи немножко о группе чуть-чуть не ну мы и стиле как-то экспериментировали со стилями с музыкантами сейчас у нас уже начинает складываться вот наш именно а так было и мы со скрипкой с клавишами экспериментировали а чего теперь уже нет нет такого интереса скрипка и клавиши ну не знаю мне вот сейчас не устраивает и нравится не не мне тоже я думаю мне тоже нравится я просто спрашиваю не было жила а вот смотри когда говорят мы вот с оперными певицами сейчас вот уже один концерт сделали ну в поддержку детей больных там сейчас вот их на наш сольный концерт тоже подтянем они наши песни они поют но такими секс и рок-н-ролл которые умеют петь да я знаю есть такая группа называется рок и опера братцы мы впервые они были у нас в живых я впервые слышал когда шур эфирный шурт вокальный запирает а стоит он от него метрах в трех музыканты играют на репетициях мы заставляли их петь ничего вы душевно не можете петь сердцем душе они как дадут а что это дрожат это было ради действительно ради благотворительности или интересно придумали такой проект звезды оперы на секундочку замешкался как бы себя подать звезды не на я же начали скал же скромно как мне уже стыдно сейчас и вот мы репетировали приезжали там корреспонденты все это смотрели но они допустили ошибку там название да вот как и же бои там кличко против там это там в сс и они также писали оперные эти против змеи надо писать что вместе сит например написали в с то есть оперный пивцы против года змеи и кто победил вот змеи я так понимаю некоторые песни аж прям там до мурашек они конечно одни женщины почему-то мужчины испугались а женщины согласились но женщины обычно смелее потому что глупее ну не 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 в том смысле девочки я имею да они менее я объясню что я сейчас имел не бояться ничего а вот почему женщина привыкла к тому что мальчики девочек не бьют первое хотя они ошибаются сильно второе когда девушка идет с молодым человеком например кто-то нарывается наша первая кидается на амбразур она же не понимает что отдуваться то будет мужик рядом поэтому она как-то на второй план это оставляет и поэтому смелая типа то поэтому женщины аккуратнее нужно особенно с суперной эти же вообще ни к чему не приспособлены кроме как нет кстати они очень такие хорошие но эта тема уже нам попали такие вот очень хорошие я смотрю это личное что-то нет но они олег коральник пишет кстати олег привет очень приятно что ты сейчас имеешь возможность это человек ему тоже привет я узнаю замечательно вот он пишет нет никакого эхо есть объемный звук спасибо господа именно у аньки наверно аньку тоже мы знаем наверное не что-то включилась вот какая-то второе окошко так тоже может быть но анки привет анки привет камеры две спрашивает илья теников нормально четыре а как как не видите разницы в ракурсах что кстати вот это вопрос если илья теников заметил только два ракурса может быть мы как-то неправильно выставили камеры в студии их их четыре на самом деле четыре ракурса вы должны видеть четыре разных плана к сожалению мы не можем с этим оборудованием пока делать наезд ну зум до наезд-отъезд крупные планы средние там и так далее они статичны но 4 поэтому кстати если вам покажется так как у нас тестовый эфир если вам покажет что камеры как неправильно стоят хотелось бы более крупного плана не знаю или это будут других может быть объемов изображения может быть вам хотелось бы вы попросите нас поставить вокалистов к спиной какой-то из камер с точки зрения рассмотреть женщину фигура сзади а мужчину как он там не лысый или назад на так бывает же правда вы скажите мы сделаем я сейчас не к музыкантам я к нашей аудитории мы же ради вас все это делаем подсказывайте нам если мы где-то в чем-то ошибаемся надо петь дальше что будем петь я вот это уберу точно это микрофон называется стоечка хорошо это он убрал что петь то будем но опять снова альбома предстоящего как называется ты думаешь я живу так как ты думаешь он не живут так называется песня я живу так год змеи сегодня в тестовой программе первом тесте программы живые на своем радио поехали да я радуюсь победа мелким как голодный щенок отброса но на мир не смотрю сквозь щелки на людей не смотрю я коз поражение конечно будут я скажу по стеклу по краю задохнуть знаю не забудут я живу так они играю пока будет пока будет биться мое сердце в стиле рок прости остановиться не могу не вышел строк пока будут рядом наши громкие сердца больше ничего не надо значит вместе до конца да я радуюсь победа мелким неудачи петлею душит но ни с кем не пойду на сделку никому не продам душу я готов все начать снова я готов все начать снова если что-то не так каюсь но я всем вам даю слово я живу так а не пытаюсь пока будет биться мое сердце в стиле рок прости остановиться не могу не вышел строк пока будут рядом наши громкие сердца больше ничего не надо значит вместе до конца пока будет биться мое сердце в стиле рок прости остановиться не могу не вышел строк пока будут рядом наши громкие сердца больше ничего не надо значит вместе до конца браво ну очень красиво кстати кто-то кто-то не помню кто сейчас уже трудно найти наш выбор вас в качестве одной из тестовых групп очень сильно похвалился очень правильный выбор для такой вот генеральной пяти очень правильно я тоже считаю что очень сами допросились это мы перепишем ну как напросились просто мы вам обещали еще бог знает в бытность программы живые в другом измерение скажем эфирно а не успели не успели да была была такая история когда просто не успели договориться толком поэтому собственно мы обязаны были вас пригласить но вы придете еще и на прямой эфир как-нибудь когда будете в москве это сейчас хоть тестовый хотя он в общем для кого-то уже мы вот весной отлично надеюсь приедем с новым альбом отлично вот человек пишет правда не подписался да уж если вы пишете что-нибудь конкретно обращаясь к кому-нибудь выход подписывайтесь пожалуйста смс портал 46 47 короткий номер 46 47 сначала свои пробел затем сообщение лег как играется в новой студии ничего не мешает не свербит нет вот микрофон мешает я уже пару раз и ударил часто свербит там одну песню надо убрать я потому что пять раз стукнул микрофон она расстроилась как мы я уже уберем все что спето спето уже значит да не конечно о чем-то кстати парня вы пишете эфир мультитрек мы еще и по канале на вас пишем сегодня без значит очень хочется услышать песню ангел пишет человечек чего задумал сталик нет вот на концертах мы пригод подготовили программ там два с лишним часа отыграли и все начинается давай это давай это вот в питере ну это конечно радостно мы два часа отыграли потом еще практически столько столько же вот поэтому голосок ты подсаживается ну то есть ангел петь не мы не отказываем никогда но там девчонки снова просили мы девчонкам вообще ну а сейчас человек хочет услышать песню ангел ангел да нет давайте вот понял не отказывает говорит так значит вот еще сообщение ребята как ваше самочувствие рязань ждет скоро павлентий есенинск ждет вальдемар и все ребята жаждущие встречи нас много а павлентий переименовал рязань весенинск это почему далеко тебе до микрофона добежать вот прости пожалуйста этот нерабочий пока вот в этот я сам расскажу другого услышать ну ладно давай рассказываешь давай давай чего мы когда какой-то город едем там изучаем историю вот и павлентий он у нас историк это он это знал и все и там мы два раза играть все теперь вы называетесь есенинг есенинск им это понравилось и они вот теперь есенинцы историк да профессиональный историк или любитель но два высших образования и оба исторические одно историческое другое юридическое круто вот смотрите как раскрываются это музыканты между прочим а он многие считали до сих пор не до сих пор и какое-то время тому назад это столкнулся с тем что люди начали понимать вдруг неожиданно что рок-музыканты могут быть весьма образованными людьми и панки тоже у нас есть очень хорошие группы много панковских группа ерш например да там два из четверых музыкантов вообще-то работники банка причем с высоким образованием и с высоким статусом каждый из них и поют песни про то как народ банк банк народ это ну по-панковски поют об этом я спросил как-то как вас начальство то ваше там в банке по головке то не погладит за то чтобы начальство не слушать конечно мы они такие песни слушают значит надежда юдина пишет известно что талантливые люди талантливы во всем знаю что андрей увлекается помимо музыки еще и фотографии остальные участники группы имеют ли какие-то хобби пам 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 вопрос про хобби он традиционен и наверно скучно у него отвечать да нет нет ну отвечай на ну павлинте он я за вас отвечу ну ты пока один отдуваешься на микрофон пока что у гостя только один работает да павлинте тоже занимается фотографии видеосъемкой очень так сергей вот занимается строительством тоже увлеченное хобби своего дома это самое главное хобби так андрея тоже фотографии да у нас вообще все разносторонний на себе андрей профессионально получается фотографии а я помимо музыки занимаюсь еще и другой музыкой это как чем опера особенно записывать тоже песни люди присылают стихи я там делал аранжировки а ну то есть это профессиональное хобби такое увлечение ну да получилось очень много песен там какие то мы даже с группой исполняем вот из тех кто написал сейчас поете ну в смысле поете в вообще в репертуаре вас получились когда алексей запишет новый альбом группы год змеи пишет кто то на смс портал 46 47 альбом уже записан он будет выпущен нет нет не записан я же рассказываю мы опять ты меня ввел в заблуждение я спросил весь материал готов готов он как вот трык-трык а в этом смысле он сыгран придуман мы долго там придумывали аранжировки ругались там теперь мы объявили что в туре отыграем песни с нового альбома и как люди вас примут может мы что-то поменяем то есть вы к людям как и мы нежно относитесь мы сейчас спрашиваем что у нас не так и ждем ответа а мы а потом уже засядем в студию как тур закончится и запишем все правильно вот сейчас у меня есть к вам вопрос причем так как мы себе можем это теперь позволить так как у нас это все таки не прямой эфир споем а потом может быть маленькую паузу отдохнуть и потом продолжим или не будем останавливаться и еще час мы уже почти час в эфире между смотри когда а потом нет горячую чаю выпить чтобы можно 3 минут тогда да тогда я сейчас предупреждаю всех что сейчас будет песенка да песня будет сперта да конечно потом мы как будто бы у нас новости в эфире пока эти новости как бы в эфире в студии вы будете наблюдать за тем какое тут броуновское движение ребята выпьют чайку да прополучивают горлышкой да все а потом мы продолжим а теперь будет песня какая это будет песня что это будет обязательно звание говоришь ну конечно люди хотят знать как называется песня 10 дней 10 дней год змеи так называется группа которая сегодня в тестовой программе живые на своем а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотел бы жить дольше Я хотел бы успеть больше Только мир мне стал так тесен Мне осталось жить дней десять Десять дней это так много Даже можно поверить в Бога Не нужна мне милость Божья Мне теперь уже все можно Значит, можно! Если мир стал так тесен Значит, нужно! Если жить осталось дней десять Значит, можно! И никого не бояться Значит, нужно! Уходить, чтобы остаться Значит, можно говорить правду Можно бить по морде падли Можно рассказать секреты Можно нарушать запреты Значит, можно быть тупым и смелым Можно взять ружье с прицелом А потом махнуть в столицу Пострелять по известным лицам Значит, можно! Если мир стал так тесен Не успел я дописать песню Мне осталось жить минут десять Ну, а тот, кто еще дышит Эту песню, может быть, допишет Ну, а кто-то, может быть, скажет Эта песня такая лажа Уходить, чтобы остаться Живые Ну что ж, давайте-ка мы продолжим Напомню, что сегодня здесь гады Ну, так их называют их поклонники Группа, которую любят многие Как показывает практика Вот, действительно, реально я смотрю И понимаю, что Тех, кто вас знает И кто ваше творчество Любит и следит за вашим творчеством Потому что мы всех любим Вот поэтому А, я думал, что вы просто где-нибудь В соцсетях сообщили о том Что вы сегодня будете здесь у нас Нет? Хорошо, значит, собираются сами Годзмии! Напомню, Годзмии Это коллектив из Уфы Замечательная группа Которую мы сегодня пригласили Поучаствовать в нашем первом тестовом полете Если хотите В нашем первом тестовом эфире Программа «Жилые» на своем радио Для того, чтобы понять Все ли у нас в порядке Прочитал сейчас сообщение О том, что звук затыкается После того, как пошла в эфир Пошел плейлист Кстати, вы сейчас могли слышать Несколько песен Из плейлиста своего радио Вы теперь можете хоть чуть-чуть Понимать, что будет у нас В итоге звучать в эфире Звук затыкается, возможно, потому Что интернет не тянет Потому как мы стараемся Давать качественный сигнал Может быть, нам нужно Немножечко поубавить Так скажем, наш пыл И может быть, не в АЦ давать картинку В смысле звук Звуковую картинку То бишь А может быть, в МП-3 С несколько меньшим битрейдом Мы даем высокий битрейд Посмотрим В общем, будем смотреть Тестировать Время у нас еще есть Немножечко Мы какое-то время себе даем На то, чтобы потестировать звук Дальше посмотрим Как это все исправить Чтобы он не затыкался Это я так Для тех, кто переживает По этому поводу Пауза была большая Чаю напились Кофе, по-моему, все тоже напились Давайте попоем Давайте Чего это будет? Мы продолжаем Навье Навье Это новый альбом Как он будет называться еще раз? Альбом будет называться Импульсы Импульсы И вот еще очередная песня Пока тоже думаю над названием Скорее всего Это песня о любви У нас их очень мало Поэтому она хорошая Это естественно Как и все остальные Называется От тебя до меня То есть я так понимаю Что все названия Которые ты даешь Они условные Ну пока да Ах, вот почему ты так долго думаешь Как назвать Я всегда долго думаю Так что, друзья мои Вы должны теперь понимать Что, как оказывается Песня названия Ну чтобы глупость какую-нибудь не сказать Да-да-да Пока песни не имеют названия Так как они еще только-только Готовятся к тому Чтобы записать это все Окей Ну То название, которое Леш сейчас сказал Произнес в эфире Получается оно условное Ну может быть так Оно и будет называться В результате Суть в нем Это произведение Глубокая Уверен Уверен Как всегда Живой Зод В программе Живые Поехали От тебя до меня Лабиринт пустоты Исплетение души Нудной и ночей От тебя до меня Вновь взрывают маски Партизаны любви Но уже не на ней От тебя до меня Только десять шагов А любовь секунданты Опять дуэль От тебя до меня Миражи городов В городах только страх Казино и бардель Каждый наш дом Души интегралы Мы сокращали И не пытались На любовь умножать Каждый наш дом Мы делили на пять И вычитали Горь и печали Души интегралы Мы сокращали И не пытались На любовь умножать Души интегралы Между мной и тобой Расстояние ной Или шаг вперед Или два назад Между мной и тобой Мы взломали порой Нажимаем на вон Закрывая глаза Каждый наш дом Мы делили на пять И вычитали корень печали Души интегралы Мы сокращали И не пытались На любовь умножать Каждый наш дом Мы делили на пять И вычитали корень печали Души интегралы Мы сокращали И не пытались На любовь умножать Год змеи сегодня в первом тестовом выпуске программы «Живые». Это я буду подчеркивать, потому что это важно. Это эфир прямой, на самом деле. И те, кто счастливчиками оказался сегодня, имеют возможность и видеть, и слышать все, что происходит в этой студии. Но для тех, кто не попал сегодня в «Контакт», ну и в нашу группу «ВКонтакте», это будет потом в записи. Читаю смс кем 4647, короткий номер 4647. Сначала свои пробелы, а дальше ваше сообщение. «Свои», — пишет человек. «Немного чаще меняйте ракурс, чтобы картинка была более динамичная». Я нет, я отвечу, Юль, не надо. На самом деле тут вот как. Это же не видеоклип. Это же, извините, радио. А видео в данном случае — это дополнительная опция для того, чтобы вы могли рассмотреть музыкантов, видеть, что они все делают вживую. Если немного чаще менять ракурсы, это, скорее всего, уже будет несколько другой жанр. Мне кажется, это будет лишнее. Может, нам поактивнее как-то тут. Менять ракурсы? Ну да, если только так. Что расселись? Давайте бегать, прыгать здесь. Подпавляем тебя, что ты тут не двигаешься? Может, и так, на самом деле. Может, сиденье мягкое. Дальше вот что. Группе «Год змеи» новые песни. Вам просто супер. «Мы вас любим, семья Корецких». А кто это? Ну, это наши московские друзья. Он даже не обрадовался. Смотри, я говорю, семья Корецких? Угу. Хоть бы сказал «Вау!» «Вау!» «Семья Корецких!» Ай, вопрос в группе «Год змеи» от них же. Энергетика зала-то не хватает ее в студии? Или вы чувствуете все-таки поддержку онлайн? Спрашивают Корецкие. Нет, конечно, чувствуем, как у нас там. Ну, не хватает, конечно, вот этого кача такого концертного. Ну, и когда комбари в пупу дуют, да? Так мы предлагали комбари, пожалуйста, стоят. У нас «Фендер» стоит, «Маршал» стоит. Вы же отказались, сами своих эмуляторов поднанесли. Могли бы еще скачать здесь. Ну, ладно уж, теперь уж, чё ж. Ладно уж, сами заходите. Нет, и самое интересное, что в студии вот сегодня много народу. Они как бы тоже там их подколбашивают хорошо. Да, подколбашивают. Здесь сегодня народ есть некоторый. Значит, смотрите, что еще пишет кто-то. Кто-то, не знаю, без подписи. Когда? А, нет, это было. За эти гастроли какое расстояние вы проехали в литрах? Спрашивает человек. Не считали? Ну, мы, конечно, вот любим в компании выпить. Так. Ну, это тяжело очень, когда... Ну, мы иногда не получается отказать людям. И в Тюмени такая история произошла. Нас встретили там авторадиоклуб тюменский, который с антеннами ездит, такие вот, рации у них стоят. На нескольких машинах с флагами. Все обклеено год змеи. И они до сих пор так в Тюмени ездят. Все думают. И потом отыграли концерт мы в Тюмени. И нас повезли в пионерский лагерь. Ну, отдохнуть. В пионерский? Ну, да. Вас повезли в пионерский лагерь отдохнуть? Ну, там детей всех... А детей вывезли уже? Предварительно. Детей-то вывезли. Ну, и мы зашли там, нам показали, вот ваши кровати, вот тут баня. И заходим в комнату, там стоит аппаратура, барабаны, комбики. И что вы думаете, нам пришлось еще отыграть концерты? Теперь для работников лагеря так. Вообще звучит, конечно, для работников лагеря. Ну, база лучше, наверное, так. Я в свое время... Молодежь там выкупает вот этот... Я понимаю, я даже пионером будучи, когда я говорю, в пионерлагерь, меня почему-то колбасило вот это вот слово лагерь. А я не любил пионерский лагерь. Я тоже. Я тоже. Недолюбливал, не успевал. Значит, во многих ваших песнях звучат индейские мотивы, пишет. Ольга пишет. Почему именно эта культура вас вдохновляет? По скриптам. Спасибо за вашу песню. Ждем вас в Питере снова. Ольга. Ну, в Питере, да. Спасибо вот то, что там так зажигали. И сейчас почему-то, если раньше... Сначала я вот свое что-то скажу. Потом на вопрос. Люди как-то стояли, слушали там. Даже в Тюмени мы в прошлом году были. Ой, не в прошлом, зимой где-то. Так все выстроились, стоят, слушают. Я говорю, давайте как-то... В этот раз они сразу кинулись плясать. Ты говоришь, уже уйдите? Нет, ну я так не говорю. А, индийский мотив. У нас только один альбом такой был. Кенни Чахау. То это с подачи нашего историка по ленте. Меня подсадил на этих индейцев май. Я там все изучил. И вот получился такой альбом. Ну, это эксперимент был, скажем так. Это не есть традиция, которая будет продолжаться дальше в следующих материалах. Да. В следующих песен, правильно. Ну, то надо экспериментировать. Почему нет? Кстати, что касается ваших альбомов. Я тут обнаружил, что у вас их, начиная с 2003 года... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тринадцать. Тринадцатый был вот в прошлом году. В тринадцатом году. Он был тринадцатый. А в шестом сразу два. Почему? Ага. А в двенадцатом сразу три. Ага. Ну... Это как так? Не, ну а что можно поделать, если прет? Куда деваться? Ну, то есть не перло, не перло три года, а потом раз и поперло сразу. За три года... Ну, как... Мы же сначала организовались, образовались в 2001. Надо было все обыграть, все... Два года готовили альбом, и в третьем его выпустили. Тот, который называется «Секс и рок-н-ролл». Макси-сингл, даже не альбом. После этого альбома началась слава. Зачем там альбом? Круто. А потом вдруг раз и пришло вдохновение. Один год ушел, три альбома сразу за год. Потом уже поспокоились. Ну, вот это очень хорошо, когда у музыканта есть очень точная оценка себя. Это очень здорово. Мы бы очень хотели, клянусь, чтобы к вам пришла реальная слава. Вот та слава, которой вы достойны, братцы. Правда? Вот правда, искренне. Ну, вообще, что такое слава? Ну, что... Кому как, да. Слава — это имя. Кому как. Чаще женское в последнее время. Как показывает наша российская сцена. Но тем не менее, я понимаю, славу... Известность лучше так, да? Слава — это такое нехорошее, на мой взгляд, понятие. В нем есть какая-то червоточина. Потому что славу человека портит. Нет, вот мы садимся в любой поезд. Так. В любой гостинице. Вот недавно мы в Москве остановились в гостинице. Выходит парень, говорит, вы что, музыканты, что ли? Ну, да. Чё поёте? Секс-сорокер-рум. Не, не знаю. А баксы, знаешь? О, знаю, это вы, что ли? Да. О, здорово. Так давайте баксы. Так давайте баксы. Я опять-таки напоминаю вам, что вас должны связывать... Это не закуска. Давайте новые, ещё новые. Люди в конце только поймут, кто это был тогда. Если вдруг не знают. Ну, пускай. Ладно, но споёшь? Ну, пускай им будет не важно, кто это исполняет. А главное, чтобы песни их торкнули. Ладно, вот несговорчивый какой. Ну, не буду настаивать, поехали дальше. Не, ну мы же дикие башкиры, мы конкретно какие-то детские. Гозмеи сегодня здесь. Это первый тестовый выпуск программы «Живые». Их ещё будет два. А, песню надо представить. Давай, представь. Песня называется... Она так называется, это песня про тебя. Ну, про всех вот. Про каждого. Живой звук, как водится в программе «Живые». И поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был свободный, обрвался в бой. Не за трон, не за корону, вне игры и вне закона. Шёл вперёд, звал за собой. И ненавидя, и любя, и не зная, что там дальше. Он грешил, но жил без фальши. Эта песня про тебя. Эта песня строчками на подвирусе. Мы заражены с тобой одним вирусом. Мы излучаем одни импульсы. Мы соединяем наши плюсы и минусы. Эта песня строчками на подвирусе. Мы заражены с тобой одним вирусом. Мы излучаем одни импульсы. Мы соединяем наши плюсы и минусы. Не коснется наших тел Вечность страшная стихия Он спешил спасти хотел Всех от душевной дистрофии Шел наперекор судьбе Не дырявил под награды Свою душу И не надо эта песня о тебе Эта песня строчками на попилце Мы заражены с тобой одним вирусом Мы не излучаем одни импульсы Мы соединяем наши прессы и минусы Эта песня строчками на попилце Мы заражены с тобой одним вирусом Мы не излучаем одни импульсы Мы соединяем наши плюсы и минусы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И не плача ни виня Никого в своих ошибках Я сделал новую попытку Эта песня про меня Эта песня строчками на попилце Мы заражены с тобой одним вирусом Мы не излучаем одни импульсы Мы соединяем наши плюсы и минусы Эта песня строчками на попилце Мы заражены с тобой одним вирусом Мы не излучаем одни импульсы Мы соединяем наши плюсы и минусы Супер! Супер! Это действительно народ хвалит Прям активно Новые песни просто роскошные Новые песни замечательные Альбом будет супер Это народ пишет сейчас в ВКонтакте в группе Отвечая, так сказать, вам на ваш запрос К вашей аудитории Нравится или нет Видите, какая затравка? Мы сейчас показали новую песню А потом, когда люди уже захотят купить альбом Там все будет переделано И название другие И человек будет искать песню про тебя Найдет совершенно другое название Пока разберет, что это она Ну, в общем, тоже интрига Тоже, как квест называется, да? Тоже квест 46-47 46-47 Это короткий номер для смс-ок ваших Это наш смс-портал Сначала пишите свои Пробел А затем ваше сообщение Вопрос, возможно, коллективу А может быть, какие-то свои соображения Мы спрашиваем сегодня Так как это тестовые выпуски Пока что тестовые Спрашиваем, как звук Как картинка Все ли устраивает Все ли нравится Вот мы по ракурсам уже поняли Что кому-то хочется более крупных ракурсов Я тут вычитал Кто-то хочет, как я понимаю Чтобы картинка двигалась быстрее Но это тоже надо обсуждать В общем, будем смотреть на вашу же реакцию И на ваши же рекомендации А там дальше Ориентироваться в пространстве Слушай, вот скажи, пожалуйста По-любому, я так помню Перед тем, как мы начали эфир Что где-то в пол-одиннадцатого Ну, то есть куда-то на самолет Надо куда-то кому-то лететь из вас Ну, Андрей Чего? Иди сюда Я хочу, чтобы ты тоже поговорил Да, скажи Иди сюда Не вот к этому микрофону Без коллектива куда? Куда ты рвешь? Отдыхать, может быть, наконец, впервые Вот сюда Домой? Домой в Уфу В смысле? Куда, конечно Там чего? Кто тебя ждет там? Дома ждет Дома ждет? Дом и ждет Дома ждет А как часто приходится расставаться с коллегами по цеху? Ну, в данном случае у вас так получается О, вам подсказывать никогда Никогда Я почему спрашиваю? Потому что ты один из коллективов, кто уезжает Остальные остаются в Москве, я так понимаю, да? Ну, или двигаются дальше Они двигаются дальше, без тебя пока Потом ты появишься снова Да? Вовремя успеешь, не опоздаешь Я почему к этому К этой теме сейчас подхожу Люди живут два с половиной года в одном Общем деле В данном случае группа Глядя на тебя, я понимаю, что ты человек Бываешь нетерпимый иногда Ну, то есть можешь прямо сказать Кому-то, кто тебя там слегка поднасолил Что ты думаешь по поводу этого человека? А я вижу по глазам человека Я физиогномикой занимаюсь давно Вот в этой связи и вопрос Были такие случаи, когда ты хотел сказать уже Ну, почему хотел? А что и говоришь И как пацаны реагируют на это? Нет, все нормально На самом деле все обсуждаем Ну, то есть в принципе у вас ссор не случается в группе? А как безусловно? Нет, у нас на репетициях мы, безусловно, там ругаемся А на предмет чего? Ноту не так взял или аранжировка не понравилась? Нет, ну в музыкальном плане, конечно Музыкальном? То есть ты настаиваешь на своем Леха говорит, нет, так играть не нужно И ты говоришь, что ты едиды? Да, ну всяк бывает И так бывает? Серьезно? Ну, я же доброго человека Ты молчи пока Ты вообще добрый У тебя все вокруг хорошие Ты в начале программы Я с ним всегда соглашаюсь Я с собой злой живу Надо сначала согласиться, сказать, да, делать как хотите А потом дипломатическим путем Убедить их, что надо немножко поменять Ага Как у него это получается? С дипломатией у него как? Как? Серьезно Я знал, что он самый откровенный в группе Он скажет всю правду матку У Лехи все хорошо Все добрые вокруг Все замечательные Вот единственный честный человек в коллективе Ну, в общем, вы послали Я в себе коплю-коплю, а потом иногда взрываюсь 46-47 Это короткий номер для ваших смс-ок Свои сначала пробелы, а потом все, что хотели бы сказать группе Ну и, понятное дело, ваши вопросы, эмоции, впечатления Это тоже важно Нам важно понимать, так как это тестовый эфир Что хорошо, что плохо Где проблемы, которые вот про шторки нам все сказали Причем сказал об этом Серега Ячменев Кстати, знакомьте, Сергей Ячменев Наш технический директор По сути дела, человек, без которого сейчас уже Мы себя даже не представляем Он очень активно работает в команде Активно помогает процессу Сейчас находится не здесь А слушает, смотрит где-то на репетиции группы У которой он тоже директор Но это отдельная тема для разговора Он сказал, что шторки надо задергивать Я его спрашиваю, почему? Бликует, потому что там машины фармами сойдут за окном И это в картинке плохо смотрится Это аргумент, с этим трудно не согласиться Что для тебя аргумент, скажи мне? Вот когда опять же речь заходит, например, в репетиционном процессе Кто сочиняет тексты? Ты? Да, тексты я А музыку? Ну, мелодию я Да, ну, такую рыбу Рыбу, да А дальше уже вместе с ребятами Иногда даже все меняется Даже мелодия меняется Ну, вот что для тебя является аргументом железным В музыке, в жизни Когда ты, например, слышишь от человека что-то и говоришь Ну, я даже спорить не буду, это аргумент Есть такое? Или все-таки все готов На все готов свою точку зрения высказать? С возрастом аргументов все меньше от других приходит Это же правда Я по себе замечаю Нет, я всегда готов высказать свою точку зрения Свою-то да Чужую услышать готов Аргумент другого как-то проверить Что ли, или испытать Сначала соглашусь Так Вдруг это железный аргумент Вдруг То есть для тебя не бывает аргумента, который железобетонен Все оспаривается Я себя считаю как бы Человеком-то опытным и умным Ну, в общем, как и все У меня же опытом очень Может быть не умным, но опытным И как бы Жизнь, которую повидал там В общем А остальные члены команды, что ли, нет? Ну, они тоже хапнули тут немало Я думаю Я больше Ну, вот это лидер Очень, кстати, точные вещи Сейчас может услышать Тот, кто слушает с тонким слухом Имея в виду психологический слух Вот он, лидер коллектива Вот четкий, конкретный А все остальные имеют в себе, ну, скажем, смелость Отдать это лидерство Вот я понимаю Ну, не смотри на меня такими Я же понимаю, что ты мог бы, в принципе, и жестким быть Гораздо более Но когда остальные члены команды Отдают лидерство Это значит, что они уважают Ты уважаемый человек Это важный момент Не, ну, они, конечно, меня уважают Но не боятся Поэтому Хотя жаль Я к ним прислушаюсь Они же тоже опытные И идеи хорошие возникают Поэтому у нас такого нет, что я лидер Они так себе поиграть пришли Хорошо, тогда еще один вопрос По о том, что ты споете Скажи мне Вот есть у тебя, допустим В памяти, да? В сознании В твоем опыте Такой момент музыкальный За который ты готов Не знаю, расцеловать Кого-то из музыкантов Вот он бас-партию Так вот в этой песне Сварганил Что ты просто готов был Что называется Руки сжать И говорить Да чего С наших? Да, конечно Своих же Там вдруг ударная какая-то Такая триолька прошла Что мама не горю И вообще это супер Тут гитарный какой-то фус Так он, я не знаю Какая-то Соляка И ты готов И помнишь об этом И говоришь Вот помнишь Как это было Нет? Ну я их всех Добрые слова нам говорит Добрые слова говорит все-таки? Каждый раз нам Каждый раз Я их всех готов расцеловать Без них я бы как бы Ну, что тут делал А так песни приобретают Вот именно то, что То, что мы слышим Да, и какую-то сложность даже И какую-то Фирменность такую вот Нет, фирменность, да Фирменность есть На самом деле Это звучит фирменно Ни с чем не спутаешь Давайте дальше Давайте дальше петь Новую опять Опять, ну давай, новую Пускай нас не обижаются Вот эта песня Она такая Как сказать Ну, веселая И вот хотел сказать о чем Она пока называется Там Ну, там это значит Где вот Оранжевые стены Белые Где красиво Тепло Ну, как у вас И там каждый хотел бы У нас тут А у вас там Ну, у нас Есть свое место Ну, у каждого есть Где-то оно такое есть И мы туда У вас уже вот Вы его создали Вот это место И куда к вам скоро все Пойдут В это место будут Будем надеяться Приходить, да Потому что атмосфера у вас И вот это место Где хорошая атмосфера Много друзей И в общем Такая песня Но она такая вот Под нее хочется Плясать Вот Так пляши Может вот Если Ну, ребята у нас сегодня Сидят друзья коллектива Товарищи, друзья Которые сидят тихо Можете действительно потанцевать В картинке Это будет красиво Я уже Красивая молодая пара сидит Это же всегда приятно Это подальше Это подальше Это поближе Живой звук Как всегда В программе Живые Здесь сегодня Год змеи Тестовый выпуск Программы Живые На своем радио Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Где все знакомы Где все знакомы Толстые гномы Бьют барабан по утрах Там-там-там-там-там Где нет бородатых дам Где даже безбожно Можно и нужно Счастьем напиться в хлам Я давно закопал глубоко Весье прожитый Весье прожитый Там-там-там-там-там 17-20-2020 Где даже безбожно Можно и нужно Там, 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 где радость спеша пополам Где все знакомы и толстые гномы бьют барабан по утрам Там, 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 где нет бородатых дам Где даже безбожно, нужно и можно счастьем напиться в хлам Там! Субтитры сделал DimaTorzok ЖИВЫЕ Мы продолжим Напомню, что сегодня здесь тестовый выпуск Первый тест Программа ЖИВЫЕ Мы в прямом эфире Это реально Запись программы вы увидите несколько позже Еще раз хочу сказать спасибо огромное И будем это делать постоянно Планете РУ за то, что они обеспечивают видеотрансляцию Высокого качества, кстати Это важно, потому как интернет, понятное дело, не у всех мощный Но делать сознательно плохо не хотелось бы Поэтому уж простите, как есть, так и есть Сегодня здесь Год Змеи Группа, которая к нашей явящей радости согласилась Сегодня потестироваться с нами И, между прочим, мне кажется, что они вполне себе довольны Ну, по крайней мере, убегать не хотят пока Ну, то есть нет желания У всех, кроме барабанщика, он обычно серьезный, честно Спасибо Спасибо вам за это Напомню Это вот та самая история, которую надо напоминать теперь периодически 4647 4647 Короткий номер для ваших смс-ок Сначала свои пишите А затем пробельчика Потом уже ваш вопрос или какие-то слова, которые хотели бы Бомбежка в джингле Супер Александр Сазанов написал Ну да, есть такое дело Джинглики мы тоже будем опробовать И каким-то образом вам представлять Ваши вопросы, мысли, эмоции, переживания Все, что хотите, пожалуйста, музыкантам адресуйте Так Вот Станислав Лазарь появился здесь Это, кстати, человек, имеющий прямое отношение к планете К видеотрансляции Вот и пусть все скептики захлебнутся в собственной желчи и зависти А мы это сделали Ура! Юлия Семен И все, кто за спиной Поклон вам Стас, и вам поклон Ребята, вы тоже много сделали для того, чтобы это могло состояться Это вот ребята с планеты, которые обеспечивают нам сегодня видео И всегда будут обеспечивать В ближайшее время, я уверен, видеотрансляции Читаю я и из группы, естественно Ваши вопросы тоже, я их жду Поэтому давайте адресуйте их ребятам Они тоже будут интересны, наверное, на них ответить Слушай, какая интересная штука У вас сейчас в голову пришла мысль Неожиданная, кстати сказать Вы же отыграете сегодня И куда пойдете-то? В гостиницу? В гостиницу Или вас принимают здесь? Ну, как бывает, у кого-то есть друзья, которые... Не, ну, где-то принимают, где-то... Ну, да Ну, в общем, бухать пойдете Просто... Ну, давай, почеснок Не знаю, мы хотели дыню купить Вот эту дыню Дыню? Секундочку, 21.47 на часах в столице Такую большую торпеду А где вы ее купите в это время? Мне интересно По-моему, уже негде купить дыню сейчас Есть, да, есть ночные базары какие-то Подскажете, да? О, Мишка... А, кстати, спрашивали, кто на звуке Сегодня на звуке двое наших Постоянных звукорежиссеров Мишка Ленков, Сережа Горев Они вдвоем выруливают звук И, собственно говоря, тестируют новый наш пульт Совершенно замечательный Дай ему бог здоровья Мишка знает, где взять дыню Кстати, а что ты мне раньше не говорил, что знаешь Наш Андрей тоже удивился, как дыню Вы будете есть дыню Он уже не хочет никуда уезжать, садит по всему Вопрос вот какой Ну, давай так уже Все-таки взрослые все люди Алкоголь Он какое значение имеет для тебя, для команды И вообще в принципе После концертов, перед концертами Я, например, наблюдал, периодически наблюдаю И я понимаю, что тут не возразишь Все же взрослые Кто-то перед концертом Так, это 200-250 коньячку Потом на сцену, вот так, отрабатывает человек Уходит, дальше уже допивает до конца Кто-то вообще не пользуется никакими, собственно говоря, средствами В Москве перед концертом Два яичка сырых вылил И туда к коньяку Какая гадость Какая, вот я как-то это выпил Я и хотел сказать, как ты смог это проглотить Связки Помогает? Ну, помогает Говорят, теплое пиво помогает больше, чем всякие там сырые яйца Конечно, тоже неприятно Нет, потом, вот сейчас бы, если не было пауз Мы бы его отрубили И все У меня бы все вот это там выскочило Это соплято Ну То есть ты намекаешь на то, что мы много трещим Ты хочешь петь? Ну, так все равно не получится Ну, так устроена программа, да Так она устроена Ничего, ты еще успеешь выплюнуть все, что ты Я почему спросил об этом Это тоже бывает любопытно Потому что, вот смотри Расскажу одну историю Старую Сколько же ей лет? 97-й год это был 97-й, вот посчитай сам Не помню уже Группу тоже называть не буду Музыканты Очень известные музыканты Из категории старого русского рока Перед концертом заставил Ну, не заставил, попросил Принести ему две бутылки Почему-то именно белого аиста Вот именно этого коньяка Подожди, подожди Вот именно этого коньяка За минут, наверное, 15 До выхода на сцену коллектива Он из горла На моих глазах Не останавливаясь Все пол-литра И проглотил Я уже столько живу Я так не могу Даже воды пол-литра Вот так вот трудно Коньяка Коньяка другой, конечно Я понимаю, да Ну, сейчас мы не об этом Вот, вышли Отработали Блестяще отработали Народ в восторге Все счастливы Они тоже довольны тем Как их принимали Ушли за курицы Он тут же после того Как пошел Сошел со сцены Пойти в гримёрку Еще пол-литра Вот этих вот Вторую бутылочку И дальше пошел К себе в гримёрку Там они переоделись Что-то рассуждали О чем-то И вдруг он же Никто другой Говорит Ну что, пацаны Куда едем В баню Или бухать Я реально Я чуть не прав Да мне на Литр Коньяка Человек Только что А дальше Вот он В баню поедем Типа Или все-таки Побухаем Поедем в гостиницу Почему я теперь Спрашиваю об этом У нас же все Не прямой эфир Мы же вырежем потом Ты же понимаешь Ну не надо Мы и так И так пробовали Это помогает Или нет Безалкогольно Когда Более сконцентрировано Как-то Первые две песни Тяжело Потом наступает Такой Кайф Это когда трезвый Играешь Потом наступает Усталость Такая что Сноукольца А потом Второе дыхание И хочется еще Концерт заканчивать Ну а когда выпьешь Все ровно А вон оно В чем дело Ну ты же не пил сегодня Нет То есть ты сейчас уже устал Или у тебя второе дыхание Какая стадия Нет мы пробовали И выпивать Но лучше трезвым Потому что теряется Когда выпьем Как сказать Контроль над качеством Да я спросил Кажется что всех прет И ты такой Прекрасный Я спросил ты об этом На самом деле Потому что вспомнил Видео с товарищем Кузьминым Ооо Да вот эта вот история Когда он совершенно Не стоящий на ногах Но при этом Пальцы чувствует Пальцы работают И все свои сольные партии Он в таком В боковатом уже состоянии Ну совершенно никакой Он отыграл блестящий Все сольные играет Он вообще не пьет И не курит А именно поэтому Играют все сольные партии Не быть тебе Кузьминым Я уже понял Ну да нет Зачем нам второй Кузьминым Не нужен Еще наверное пару песен Да примерно Две можем сыграть Еще я так думаю Хорошо Конечно мы можем и больше Но и может потом уезжать Не дай боже Чтоб не опоздал Давайте еще на две песни Как-то себе Ты еще две тысячи Обещал Спеть обязательно Значит сейчас Решай какую Какую будешь петь И понятно Чем мы закончим Мы уже сообщили об этом Пока ты думаешь Я читаю сообщение Значит спасибо Просто спасибо За год на нашем радио А вот Павел Ковалев пишет Спасибо за то Что за год Будучи программником нашего Я ему там Перевернул отношение к музыке Да слава богу Я старался это делать И буду делать это теперь дальше Здесь на своем радио Значит Семен Газировки нельзя Никаким вокалистам Пишет Коральник Это что он Пиво имеет ввиду теплое Так газики выпустить Надо из него И сделать теплым Я же говорю противно Но говорят Помогает для гор Как называться будет песня Задумался Баксы Все таки сейчас Ты хочешь сказать Что это финальная песня Нет 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 А все Напугал Поехали Живой звук программы Живые год змеи Здесь сегодня Бывает так Что лучший друг Тебя продаст Да запяток А ты дурак Готов простить Такой пустяк Вот только хочется курить Но у тебя В карманах нету Ничего всем не понять Что ты вот так Что ты уже готов отдать Две тысячи бакс За сигарет И даже полжизни Не жалко за это Чуть чуть покурить И до рассвета Будем летать Чтобы снова отдать Две тысячи бакс За сигарет И даже полжизни не жалко заэт Чуть-чуть покурить и на рассвет Будем летать, чтобы снова отдать Любовь твоя Тебя собакой верной ждет То, как змея Тебя ужалит, уползет, а ты опять Стоишь на крыше, на краю и закричать Ты хочешь, слышишь, я люблю Всем не понять, что ты уже готов отдать Две тысячи бас за сигарет И даже полжизни не жалко заэт Чуть-чуть покурить и на рассвет Будем летать, чтобы снова отдать Две тысячи бас за сигарет И даже полжизни не жалко заэт Чуть-чуть покурить и на рассвет Будем летать, чтобы снова отдать Две тысячи бас за сигарет И даже полжизни не жалко заэт Чуть-чуть покурить и на рассвет Будем летать, чтобы снова отдать Ну да, и народ тут же стал реагировать О, вот это просто очищительная песня Ну знают же, естественно знают Потому что она популярна И по этой песне вас точно узнают А кстати, вот что касается Славы, о чем мы уже говорили Той самой популярности Ну понятно, что люди взрослые Уже группе много лет И люди совершенно осознанные И глядящие на жизнь нормальными глазами Вот молодой человек берет в руки гитару В юном возрасте В общем, чаще всего из-за девочек Потому что девочки любят Когда мальчик играет на гитаре Весь такой в центре внимания и так далее Потом с годами человек не бросает инструмент Потому что, наверное, появляются Какие-то амбиции и интересы Потому что его начинают любить мальчики уже Типа начинает нравиться музыка Ты меня пугаешь сейчас В смысле? Не, ну наш концерт И мальчики же Я понимаю Я понимаю, Леш Не об этом речь Дальше что стимулирует Вот когда уже группе 13 лет Да? Написано уже 13 альбомов Пишется все-таки следующий Ну, давай будем честными Все-таки олимпийский вы не собираете Пока не собираете Мы надеемся, что это случится И мы будем помогать Стараться все для этого делать Но, тем не менее Не собираете Ну На концерты Ходят люди Конечно ходят Но вы их наверняка знаете Многих уже давно И потому что видите постоянно Что стимулирует продолжать заниматься музыкой Не бросать этого дела В общем, многие ломаются на этом Нет, тот момент Маскафон, конечно, не козел Прошел, когда ломаются у нас Мне кажется Сейчас же получаешь такой кайф Вот от этого Ну, концерты разные бывают Где-то Больше всего хороших От которых кайфуешь И Где-то еще такой хапнешь Вот такой Только просто для себя получается Вот исключительно для себя Не, ну как А люди-то Видишь реакцию Потом они рассказывают Там Говорят, что это Вообще без амбиции Ну, так что ли выходит Вот поэтому альбом-то называется Новый импульс И что Мы хапаем от зрителей А они от нас Просто иногда бывает От кого-то больше От кого-то меньше Мы стараемся больше Нет, он, по-моему, со мной Не очень откровенен сейчас Почему? Ну, знаешь почему? Объясню А, деньги? Нет, деньги Бог с ними С деньгами Тут два варианта Вот знаешь, как говорят Человек работает Занимается в двух случаях Когда ему нравится Это первый случай Даже за маленькие деньги Или когда там хорошие деньги Когда считается одно с другим Когда это действительно ему нравится За это платят хорошие деньги Это вообще идеальная история Но я-то и спрашиваю Понятно, что у каждого из вас Есть своя Какая-то работа Помимо музыки Вы там зарабатываете Как в России принято Зарабатывать, чтобы играть музыку Но что Заставляет все-таки Выходить на сцену И писать альбом Ну, вышел Получил ты свой адреналин Народ Поколбасился Ты отдался Процессу И народ увидел В твоих глазах радость Счастье И ты вот От них получил Но ты же пишешь дальше Ты пишешь новые песни Ты идешь дальше Ты не останавливаешься Значит, что-то тебя толкает На это Ты веришь Вот у нас есть песня же Пока будет биться Мое сердце в стиле рок Да Прости, остановиться Не могу Еще не вышел с року Ну, понятно, фанатик Все Не-не-не Вот и там Еще же Мы же общаемся с людьми Они нам рассказывают Ну, страшные, добрые Всякие истории И потом Естественно, это у меня в мозгу Там я Это помогает новые песни написать Такие песни, которые Которые людей цепанут Вот за это живое Потому что Многие ситуации Совпадают у кого-то А мне кажется Песня должна быть Чтоб человек Она Как-то Торкала Торкала Должна быть какая-то Крючок там какой-то Чтоб его цепанул За это вот именно То, что с ним случилось Или было Сейчас я задумался Над твоими словами Насчет крючка Который должен цепануть Человека за что-нибудь Что у него было Песня без крючка Это Я понимаю, да За что должно зацепить Вот Для человека Для многих Для аудитории Я как слушатель Ведь тоже живу Я же не только профессионально Работаю на радио Я профессионально слушаю радио Как и любой другой В машине, да Где-то там В баре там сидит Играет музыка Играет радио И тоже К музыке Определенным образом отношусь Есть Музыка Которую Слышишь фоном И вот она играет Вот Не должно такого быть Да Вот и хорошо Она нужна как бы Она там звучит Где-то Для секса Вот как сейчас вот это Хорошая музыка Но она для нас подложечка Она вот там где-то звучит Есть Хорошо Вроде бы не тихо Вроде бы что-то происходит Но она не заставляет человека остановиться Сделать громче Понять Что это И как это должно Вот Ваши песни Мы же к финалу уже ведем Правильно Ваши песни Они не из таких Вот эту песню Невозможно прослушать На полузвук Так чтобы так Ну протарахтело И ладно Зараза хочется прислушиваться А мне у жены Как-то удается Она привыкла Она там начинает Уборка Включает Ну она громко Включает И начинает Пыль вытирать Ну так она же при этом слушает Ну да Она же при этом подпевает Наверное Ну конечно Вот Вот о том я и толкую У вас Как у коллектива Как у творческой единицы Имею ввиду команду Годзмей Замечательные тексты Чем вас поздравляю Замечательные музыкальные партии Замечательные музыкальные составляющие В принципе И мне кажется Что несмотря даже на то Что вы такие разные А все ведь разные Абсолютно разные Да уж У кого-то два высших образования Кто-то просто злой Да он не злой Да ну что Ты что ж ты Ну дай уже подыграй Ну подыграй уже Ну я же тоже говорю об этом Он ранимый же С исключительностью Нам надо уже Заканчивать к сожалению Хотя мы можем конечно Отрещать и дальше Но тут уже время идет На счет на минуты Потому что не хочется Чтобы человек опоздал Надо уезжать Ну а мы считаем Что в общем-то Мы тест провели Достаточно успешный В том плане Что и практически Сколько песен ты сыграли Двенадцать наверное Сейчас будет последняя Уже двенадцатая Ну там какую-то надо убрать Там потому что гитара Я вот наломал Уж извини Вот как было Так и было Из песни Вот запомни там косяк Это значит У меня гитара расстроена Какая будет финальная песня Чем закончим Каждый из вас Спасибо большое Сегодня здесь в нашем тесте Первом тестовом выпуске Программа «Живые» на своем радио Играла для вас Общалась с вами Группа «Год змеи» Если вы впервые слышите Это коллектив Я абсолютно убежден У вас возникнет желание И интерес Купить их диск Который будет называться Импульсы Будет импульс И выйдет Ну к весне К весне К весне Четырнадцатого года Музыканты А я у них еще не спросил Они еще не знают Остальные музыканты Сказали Да К весне Ну хоть узнали Пришли не зря Хотя вы знаете Когда у вас будет Есть к чему стремиться Все брат Спасибо вам огромное Финалимся Как называется песня Еще раз Каждый из вас Каждый из вас Финалимся вот именно Этой песни сегодня Всем пока Завтра мы еще один тест Проведем Если захотите Можете поучаствовать в нем И соответственно Писать нам смски И сообщения Пока-пока Будьте здоровы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я вам открою страшный секрет Что ничего невозможного нет Есть только страх А вдруг упадем И мы оставляем Все на потом Я вам открою тайну свою Я все, что вижу О том и пою О том, что случилось Возможно со мной С моими друзьями Или с тобой Я знаю Каждый из вас Кого-то недолюбил Недосказал Кого-то не спас Устал Не хватило сил Я знаю Каждый из вас Кого-то недолюбил Недосказал Кого-то не спас Устал Не хватило сил Я так давно Хотел написать Песню, которую Можно продать Но нет таких денег Я вам говорю Поэтому песнь Я просто дарю Я покажу Когда и куда Спрятаться можно Если беда Я покажу Это даже Врагам Но не успею Спрятаться сам Я знаю Каждый из вас Кого-то Недолюбил Недосказал Кого-то не спас Устал Не хватило сил Я знаю Каждый из вас Все знает И без меня Прощайте, любите Здесь и сейчас А все Остальное Фигня Субтитры создавал DimaTorzok ЖИВЫЕ Субтитры создавал DimaTorzok